Маршрут государственного секретаря по столице сегодня был насыщенным и разноплановым. Поездка началась с посещения мечети, а завершилась на заводе. Мой коллега Руслан Идрисов сегодня проехал в кортеже Джона Керри и готов рассказать обо всем по порядку. Кортеж Джона Керри из почти двух десятков автомобилей от объекта к объекту проехали сегодня практически через всю Астану. Вот только погода слегка усложняла этот процесс, но к этому еще вернемся. А пока о визите в мечеть Хазрет Султан. Она стала площадкой для встречи госсекретаря США и представителей казахстанского духовенства. Эксперты уверены, что такой шаг говорит об уважительном отношении американских властей к традиционному исламу. В большой зал Хазрет Султан высокопоставленного гостя проводит главный имам. Госсекретарь США соблюдает все тонкости мусульманского этикета. На приветствие отвечает ва аллейку масалам. Верующие продолжают молитвы и многие даже не замечают, что совсем рядом с ними не совсем обычная делегация. Гостям показывают одно из старейших изданий Корана и более позднее писание, исполненное уже не на бумаге, а в серебре. На этих эксклюзивных кадрах, которые есть только у нашего телеканала, пораженному масштабами самой большой в регионе мечети Джону Керри, на прощание дарят национальный торсок. Момент, что называется, исторический. Родившийся в жарком штате Колорадо к ветрам и снегу даже в Вашингтоне Джон Керри, судя по всему, так и не привык. Столичная погода показала всю суровость местного климата, а сами казахстанцы, как всегда, гостеприимность и поддержку. По скользкому крыльцу мечети госсекретаря буквально вели под руки. Следующая остановка – локомотивный завод. Совместный проект Казахстана, России и США. Производство здесь построено по американским технологиям. О развитии промышленности в нашей стране, как выяснилось, Керри наслышан. Точнее, начитан. Оказывается, еще задолго до визита госсекретарь США изучил план нации. Сто конкретных шагов. Он был впечатлен той работой, которая была проделана с сегодняшнего момента образования предприятия. Тем объемом локомотив, который был реализован. Перед тем, как попрощаться, Джон Керри делает обязательное фото с рабочими и делится мнением о качестве продукции. 68-й действующий госсекретарь США Джон Керри – четвертая фигура в американской пирамиде власти. Его относят к политическим тяжеловесам. В свое время Керри баллотировался на пост президента. В выборах проиграл Бушу-младшему. Как ожидается, в Казахстане госсекретарь Соединенных Штатов пробудет еще один день. Руслан Идрисов, Миробек Ахмаханов. Итоги дня. Руслан Идрисов, Миробек Ахмахер.